Поезд Победы проехал через Владимирскую область и сделал остановку в Мурме. Пассажиры ретро-состава ветераны Великой Отечественной войны и труда. Встречать на перрон вышли сотни горожан и наша съемочная группа. Этот состав, во главе которого шел паровоз военного времени, ждали как никакой другой. Поезд Победы состоял из 14 вагонов, как пассажирских, так и вагонов теплушек для полевой кухни. Вагона-музея, платформа с военной техникой времен Великой Отечественной войны. С лиц людей не сходили улыбки. Под звуки духового оркестра пассажиры мемориального состава вступили на Муромскую землю. Поезд Победы встречали первые лица города и руководители отделения Горьковской железной дороги на станции Муром. Ой, 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 гости званные, гости званные, да желанные, принимайте слово доброе. Слово доброе, да поклон земной от богатыря русского Ильи Муромца. Ветераны войны, ветераны-железнодорожники стали самыми дорогими гостями муромцев. Праздничный митинг на привокзальной площади развернулся в большое торжество. Когда подъезжал паровоз к нашему вокзалу, я думаю, что даже у самого несентиментального, самого душевно жесткого человека все равно что-то внутри екнуло и потеплело. Ведь именно такими паровозами у наш Муром с фронтов войны возвращались 26 тысяч муромлян. Израненные, измученные, но победившие. Приехали того, чтобы возродить нашу страну, наш город и сделать нашу страну великой. Железнодорожные пути, как артерии, связывали страну в годы войны. Они доставляли боеприпасы на фронт, вывозили раненых, эвакуировали людей. В дело победы внесли железнодорожники Муромского железнодорожного узла. Трудились славно. Много славных страниц они в летопись войны внесли. Не зря в 43-м году Чернов Георгий Валентинович был награжден машинист ДПО Локомотивного. Высшим орденом, героем социалистического труда. Муромлянка Ефросинья Сумник вместе с поездом победы уже прошла маршрут по всей Горьковской магистрали. Дважды как ветеран Великой Отечественной и еще один как заслуженный работник железной дороги. Мероприятие необыкновенное, красивое, нужное. И, конечно, не нам так, но нам тоже, основное, молодежи. Вот сейчас вошло в то, что эти детишки уже стали с портретами выходить. Раньше же там дедушка никто ничего не знал. Сейчас уже возьмите Муроми. Так приятно. Прошлый праздник, да? В этом году еще больше, я уверена, будет. Идут с портретами. Они уже знают, где дедушка, где прабабушка воевала, за что воевала, как началась война, кто был там победитель. Поезд победы следует своему пути. И везде по месту его остановок будут организованы торжественные встречи, митинги и концерты. Завершит свой маршрут ретро-состав в Нижнем Новгороде. Елена Петрова, Александр Барсуков. Новости Муром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова